Несмотря на твёрдое решение преодолеть разногласия в деловых вопросах, Митя и Таня не выдерживают первого серьёзного испытания. Соболь сообщает Екатерине Гущиной о беременности младшей дочери. Гущина поддерживает Павла Андреевича в его решении повременить сходность семьи. Шматов пытается отговорить Бориса от скоропалительного брака с Никой, но Борис не преклонен в своём решении. Отец просит сына о встрече с будущей невесткой. Ирина устраивает встречу Линды и Лизы. Лиза искренне рада тому, что у Ирины появилась новая подруга. Убедившись в вероломстве Стаси, которая бесследно исчезла, завладев всей суммой денег, Гера принимает решение сдаться в руки правосудия. Ну что, нас можно поздравить? Ты так исчезла, ничего не сказала. Между прочим, некрасиво передавать через других. Митя, ты что, обижаешься? Не обижайся. Я торопилась. Ну, мне срочно надо было уехать. Они срочно позвонили, и я просто сразу сорвалась. Понимаешь? Митя, ну, недаром говорят, победителей не судят. Слушай, инвесторы дают нам великолепные условия и полную свободу действий. Представляешь? Ты же сказала, что переговоры отменились. Ну, не совсем. То есть ты мне решила не брать на переговоры, потому что я не успел купить костюм. Слушай, ну я же тебя предупреждала. Если хочешь получить серьезные деньги, нужно выглядеть соответственно. Ну, я понимаю. Я был неправ. Ну, зачем мне так обманывать? Моя Ирка столько про тебя рассказывала. Какая ты стильная, интересная, образованная. А ведь она у нас девушка привередливая, ее не так просто очаровать. Ой, ну наверняка все преувеличила. Ну, что ты там про меня расскажу? Слушай, только про ничего, кроме правды. Ладно, на самом деле я спокойна, потому что теперь у нее в Москве появилась подруга, с которой можно всегда пообщаться, обратиться за отдельным советом. А то она у нас тут одна, одинешенькая. И комплексует, всегда комплексует, по всяким пустякам. Как бы вот ей голову справить по этому поводу. Как это издеваться надо? Как это издеваться? Я не издеваюсь, я забочусь о тебе, глупая. Ничего, ничего, ничего. Мы из нее быстро светскую даму сделаем. Будет у нас левицей. А то вот нацепят все кирюшечки, цветочки. Ладно, ладно, ладно. Пусть у меня попозже обидится. Скромная, скромная, что поделаешь. Надо как-то это исправить. В Москве скромным барышням делать нечего. И парня себе подходящего не найти. И работать. Как это? У меня есть и парень работающий. У тебя парень один. А поклонников должно быть много, чтобы выбирать. Правильно, правильно. Не всем же так везет он, как лезет. Сразу все крутого нашла. Так, интересно, откуда ты знаешь про крутого? Ну, от Иры, конечно. Она мне такое рассказала, что если бы я не знала, что она никогда не врет, я бы никогда не поверила. Убью. Зонтушка. Да. Да. Можно к вам? Санников. Ну, заходи. Кого-кого тебя здесь не ожидал увидеть. Здравствуй. Здравствуйте. Я, честно говоря, тоже как-то не очень думал, что здесь у вас окажусь. Точнее, не так. Точнее, думал, мы тебя сами поймаем, а ты взял, вот. Все испортил и сам пришел. Извините. Просто подумал, что, наверное, лучше быть свидетелем, чем убедитель. Ну, это правильно, да. Надо, конечно, еще с исследователем поговорить, но я думаю, ты правильно поступил. В лучшем случае, условно, не думаю. Ну, в надежде на это я, собственно говоря, и пришел. Ну, давай, выкладывай. Субтитры создавал DimaTorzok Алло, Толик. Привет, это Женя. Привет. Ну что, я тебя поздравляю. С чем? Ну как, ты разве не в курсе? Отца отпустили только что. Да ты что? Ну, слава богу, справедливость есть. Кто сообщил? Да вот он сам и сообщил, только что звонил, рвет и мечет. Да, узнаю папаню. А отчего он тебе звонил? Ты знаешь, он просил, чтобы... Я нашла тебя и договорилась о вашей встрече. Вы договорились о чем-то? Мне кажется, лучше всего будет встретиться у меня в салоне. Хорошо, скажи ему, вечером у тебя? Да, да. Сейчас перезвоню. Жень! А? Ну, спасибо за хорошие новости. У меня камень с души свалился. Да, не за что. Я тоже рада за вас. Ну все, давай, до встречи. Ладно, счастливо. Да, история странная. Если честно, после всего того, что со мной приключилось, я никогда не думала, что еще могу быть счастлива. Ты счастлива? Не хочу об этом говорить. Боюсь глазить. Ох, и где же женщины находят таких мужчин, которые делают их счастливыми? Где, 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 где? Я не знаю, где находят их женщины. А я своего, не поверишь, в болоте нашла. Где? В болоте. Как Иван Царевич свою лягушку, только наоборот. Точно. Ну, правда, я на этот раз тонула, а он меня спас. Получается, лягушка я. Ну, как же его занесло на это болото? Ну, он жил в лесу, работал лесником и обходил дозором свои владения. А Ира мне рассказывала, что вроде как он бизнесменом был. Ну, правда, я тебе все рассказывала, ты просто забыла. Все она тебе рассказала. Да, у него был когда-то бизнес, но что-то там такое произошло, из-за чего он вынужден был закрыть его и раздал все деньги на благотворительность, и ушел в лес, стал лесником. Да, всю жизнь мечтала о таком загадочном мужчине. Ну и как? Тяжело жить с человеком загадкой? Ну, по-разному. По-разному. КОНЕЦ Папа, как я рада тебя видеть. Боже, как я соскучилась. Ты так похорошела, она просто расцвела. Правда? Два кофе. Пап, слушай, спасибо тебе огромное за нашу поездку. И Боб тебе просил передать огромное-огромное спасибо. Мы классно провели время на море. Ну, если бы я знал, что из каждой поездки дети меня будут привозить по внуку, я бы вас каждый год на море отправлял. А уже все знают. Ну, мне мама рассказала. Ну, и как ты отреагировал? Ну, конечно, обрадовался. У меня будет самый лучший внук в мире. Может, я еще что-то не знаю? А то, что мы с Бобом решили пожениться, тебе не говорили? Нет. Ну что ж, новости одна лучше другой. Только скажи, это ваше совместное решение? Это мое, а то есть это его решение. Боб глава семьи. А ты счастлива? А я тебя не обманывала. Ты сам себя обманул. Тебя попросили выглядеть прилично. Ну? И что ты для этого сделал? А я собирался заехать в магазин, но мне не хватило времени. На что ж ты его потратил? Время. А я занимался нашими делами в ювелирном салоне. А ты не подумал, что для нас сейчас хороший инвестор гораздо важнее, чем состояние наших дел на сегодняшний день? А я вот как раз в этом и не уверен. Вот как? А я вот уверена. И я решила, что лучше я вместо того, чтобы припираться тут с тобой, поеду и сама проведу эти переговоры. Я это сделала. Причем очень успешно. Если бы ты мне сказал об этом в магазине, я бы все понял. Но твой обман меня очень сильно задел. И я не знаю, как мы будем работать дальше, если мы уже не доверяем друг другу Тане. Ну и везучий ты, сукин, сын, Георгий. Так что ж получается, что меня не посадят? Ну, это если ты сильно постараешься только. Дело по фирме Соболя закрыто. Правда, на тебе есть еще висичок по подменному золоту. Но если учесть, что наверху очень сильно хотят отмазать Матова, можно предположить, что и тебе за это ничего не будет. Здорово. Здорово, да? Я не думаю, что здорово. Ну да, я ведь... Я ведь... Вас еще сбил. Я знаю, кто меня сбил. Меня Толю заставил. Я в курсе. Ну а что мне теперь делать? Пап, да ты что? Мы же женимся, у нас будет ребенок. Ну как я могу быть несчастной? Я на седьмом небе от счастья. Ну, если по бракам, ну, один из будущих супругов чувствует давление, им потом будет трудно. Эту историю я уже знаю. От бабушки слышала. Но у нас все будет по-другому. Наш ребенок примирит обе наши семьи. Да. Ну, когда два человека любят друг друга, лучше не становиться между ними. Папа. У нас с Бобом вот так. И вот так. Я хотел... поговорить... про нас с мамой. Ты уходишь от нее. Мить, пойми, наша главная задача – это выбраться из кризиса. Да? А Павел Андреевич сказал, что мы уже выбрались из кризиса. Да ты посмотри вокруг! У нас столько проблем, что это не только кризисом не назовешь. Это развал какой-то! Да брось ты, Тань. Надо просто не совершать ошибок. Тогда все будет нормально. А я считаю, что нужно действовать тонко и грамотно, и я знаю, как. И если ты не хочешь мне помочь, если ты не со мной, то я буду действовать сама. Да? Да. Ну, я так иду. А что ты думал? Да мне кажется, что тебя околдовал отцовский бизнес. У тебя как будто на глазах шоры. И ты кроме прибыли ничего не видишь. А мне обидно это слышать. Да? А мне обидно говорить тебе, кричать тебе, но не слышать ответа. О чем таки? А ты, ты сегодня утром даже меня не спросила, чем я занимался. Что я увидел в этих бумагах, что я разрыл. Ну и что ты узнал? А какая разница, Таня? Какая разница? Если ты все равно не хочешь действовать вместе со мной. Тебе не нужны ни помощники, ни защитники. Мить, послушай, мне очень важно твое мнение, но я все-таки училась не только дизайну, но и бизнесу. Отец вложил целое состояние в мое обучение. И поверь мне, в некоторых вопросах я разбираюсь гораздо лучше, чем ты. Да. Саргона это круто. Вот мы на зоне. Такого не проходим. Я в какой-то момент решила для себя, что не буду лезть ему в душу. Ну что, там все так плохо? Там много чего есть. У него как-то погиб друг, и он до сих пор страшно переживает эту утрату. Я верю, я надеюсь, он очень хороший человек. Да, это тяжело друга тереть. Ну, а с тобой-то ему легче. Я надеюсь. Тем более, мы скоро уезжаем. И я рада, что Ирка не останется одна. Да. Вот, на самом деле, я могу в любой момент познакомить себя с моим мужем. Я ни от кого его не прячу. Ну, после таких рассказов хотелось бы, конечно, хотя бы взглянуть на него. С проблемой. Ой, извините, я должна позвонить. Да, конечно. Ну что, сестричка, выпьем за нас с тобой. Давай. И за женскую дружбу. Ура! Алло. Ура! Да, привет. Да. Да ничего, ничего. Ну, а как мы увидимся? Как мы увидимся? А-а-а! Господи! Ничего, ну, с кем не бывает. Иричка, пойдем. Ирич, извини, пожалуйста, я случайно, правда. Пойдем скорее в туалет, я все-все сейчас тебе помогу. Не переживай. Ну, с нами всегда это случается. Ирич, извини. Ты же про все знаешь. Но ведь ты давно собирался, я догадалась. Я знаю, что маме и вам стане будет тяжело меня понять. Но есть женщина, которую я люблю. И которая много лет любит меня. И я хочу, что все, что ей пришлось вытерпеть. А зачем ты оправдываешься? Я тебя прекрасно понимаю. Спасибо, Ника. Я очень люблю маму, и мне ее даже где-то жалко, но я и тебя люблю. И я прекрасно понимаю, если вам вдвоем стало тошно, лучше живите отдельно. А даже не заметил, как моя дочь выросла. Ты стала терпеливой многих людей, старше тебя. Папа. Что? Я люблю тебя. Я тебя тоже. Вот такой вот он, Толя Шматов. Ну, информация, прямо скажу, не новая. Почти все это я уже и знал. Нам от тебя другое нужно. Ну, а что? Помоги найти Анатолию. Как же я его найду, если он прячется? Ну, человек никогда же не исчезает бесследно. У него есть друзья, родные, партнеры. Я не умею, я же не сыщик. Ну, зато ты знаешь его лучше всех остальных. А если ты поможешь найти его, то обещаю тебе, что это облегчит твою участью. Если честно, я... Ну, я немножко побаиваюсь, Толика. Он один раз уже пытался меня убить. Ты не бойся, мы тебя пригромим. Ну, а это как-то повлияет на мое дело? Обещаю тебе, что ты пойдешь по делу как свидетель. Ты же сам лично никого не убивал. Обещайте. Ну, стоило так расстраиваться. Смотри, какая надутая. Ой, я такая неловкая и мне так неудобно. Ничего. Ну, пятно останется на юбке. Нет, ничего не останется. Все легко отстиралась. Правда, я такая неуклюжая. Да будет сахметь когда-нибудь. Ладно, девчонки, я тут вас оставлю. Вы болтайте сколько хотите, а меня дома ждут ребенок соскучив. Да? Жаль, а я вам по коктейлю заказала в качестве компенсации. Не проблема у гостей Ришку, только уже аккуратнее на этот раз. Да. Ну, в следующий раз тогда договорились, я вам по коктейлю. Обязательно, только не балую. Я рада была с вами познакомиться. Мне тоже очень приятно. Очень приятно. Я надеюсь, что моя сетенка в надежных руках. Да, только неуклюжих. Вишенка. Я так ее и не съела. Все, пока. Еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Отец, я здесь. О, ты черт напугал. Ну, извини, приходится быть осторожным. Садись. Ты что же это, мне не доверяешь? Ой, тебе-то я доверяю. Ну, знаешь, вдруг Евгению пришло в голову вместо разговора с тобой устроить встречу с ментами. Ясно, ясно. Ну, а сам-то как? Да как, видишь, от каждого куста шарахаюсь. Когда тебя взяли, я подумал, что все закончились дела наши, все. Руки у них короткие, чтоб меня взять. Ой, ну, слава богу, тебя отпустили. А то, видишь, и хорошо, что это произошло раньше, чем я думал. А куда им деваться-то? Да. У них против меня один единственный свидетель, Санаев. Санаев. А он молчит, как рыба. Послушай, они его не расколят. Бесполезно. Он не дурак, прекрасно понимает. Как только начнет против меня давать показания, сам себя и утопит. Ну, слава богу. Значит, тебе ничего не грозит, да? Да мне-то вот нет. А вот ты, Толя, в опасности. Ой, знаю я, знаю, знаю. Ну, ничего, ничего. Теперь, когда я на свободе, у меня гораздо больше возможностей. Я понимаю. Ну, и что ты теперь делать будешь? Ну, странный вопрос. Сына своего спасать? Зря ты так резко. Извини. Ну, ты ведь согласишься, что все-таки есть вещи, в которых я разбираюсь лучше? Угу. Или ты считаешь, что мужчина всегда умнее женщины? Да нет, как раз совсем наоборот. Я вот все думаю, есть ли такое дело, в котором я разбираюсь, лучше, чем ты? Или мне, в общем, нечего делать в этом бизнесе? Митя, ну что ты такое говоришь? Ну, подожди. Я же не справлюсь без тебя. Ну, эту махину можно сдвинуть только вдвоем. Ну, давай тогда решим, кто чем будет заниматься. Определим фронт работ. Фронт поймем, у кого что получается лучше. Да. Абсолютно согласна. Тогда у меня вопрос. Чем мне заниматься в первую очередь? Ну, мне кажется, если ты уже начал разбираться с документацией, то тебе и заканчивается. Ты должен понять, на что мы тратим деньги, как их тратить меньше и как работают магазины. Магазины у нас работают неактивно. И надо очень многое менять. Митя, только я тебя прошу, прислушайся к моей просьбе. Без моего ведома не проводи никаких реформ в магазинах, ладно? Да, да, конечно, конечно. Только у меня вопрос. А чем будешь заниматься ты? Так я не понял, вы... Что? Что меня... Отпускаете? Да. Ты свободен. Что? Я думал, что вы меня посадите. Ну, что, мы можем тебя и посадить. Нет, 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 нет. Все, в том смысле. Нет, я... Я просто не ожидал. Я даже от тебя подписку о ней выезде брать не буду. Если ты пообещаешь, конечно, никуда не уезжать. Так куда я уеду? Я же сам к вам пришел. Ну, вот и хорошо. Я думаю, у тебя на свободе будет больше возможности найти Анатолия. Я постараюсь. Ну, постарайся, постарайся. Вот мой мобильный. Если чего, узнаю в любое время. Хорошо, конечно, я вам нужду. Да. Сам только ничего не предпринимай. Не хватало мне еще одного труба. Нет, нет, я... Я сам и не собирался, нет. Ну, ладно. До свидания. Давай. Да. Да. Спасибо. Да пока ни за что. Ну, расскажи мне, что там нового в мире. Да что нового? Ну, вот Боб с юга вернулся. Да ты что? Деньги закончились или валяться надоело? Да нет. И за нас с тобой вернулся. Ну, когда все эти проблемы начались. Надо же. Неужели беспокоится? Ну, почему беспокоится? Соскучился. Ну, и беспокоится, естественно. Да, не ожидал я, не ожидал. Я думал, что он во всем будет слушаться только Соболя. Да нет, он за эти недели повзрослел. Я бы сказал, даже ответ с ней стал. Ну, хорошо, хоть какая-то польза от этих приключений. Да вот только, как повзрослел, к сожалению, сразу решил жениться. Боб? Угу. Ну, ты что, на ком? На дочке Соболя? Более того, у них ребенок будет. Ну, ты что? Ну, это же прекрасно. Слушай, он тут интересовался, как тебя найти. Стоит ему говорить или нет? Наверное, хотел пригласить или на свадьбу передать, да? А что, не хочешь увидеть? Да хочу. Конечно, хочу. Но лучше, пока я спрячусь и найду его, когда пойму, что это абсолютно безопасно. Так будет лучше для всех нас. Да. Повезло тебе с сестрой. Да, она очень сильная. Ты не представляешь, сколько она в жизни перенесла? На троих хватит. Так держится, да? Хорошо, когда рядом есть сильный человек. Есть на кого равняться. Угу. А у тебя есть братья или сестры? У меня был брат. Это грустная история, я не хочу об этом. Ты извини, я не буду. Что буду делать я? Да. Я на основании твоих данных буду определять стратегию развития фирмы. Так. Спланирую реорганизацию. Ага. И буду принимать другие принципиальные решения. То есть решение будешь принимать ты, а я буду у тебя на побегушках. Я так не говорила, Мить. Ну почему на побегушках? Ну, ты будешь решать вопросы. А моя задача их правильно поставить. А тебе не кажется, что Пал Андреевич передал фирму нам обоим? И мы вдвоем должны принимать решения. Мить, чтобы руководить бизнесом, нужны определенные знания. А у тебя их нет. А у тебя есть? А у меня есть. Отец в свое время об этом позаботился. Да, опыта у меня маловато. Но теорию я изучала. А тебе не кажется, что если я буду у тебя в подсобных рабочих, то знания у меня не прибавится, Таня? Нет, не кажется, Мить. Потому что есть всевозможные курсы. Но ты должен поучиться на них. И пройдет полгода, год, и ты будешь принимать участие в концептуальных решениях. Год? Да. Понятно. До понедельника, босс. Ну, и где же ты сейчас прячешься? Ну, в общем, если тебе надо будет увидеться со мной, я приду сюда. Это что ж, ты своему отцу родному доверяешь меньше, чем своим бабам? Я не понимаю, о чем ты. Да мне Евгения рассказала, что у тебя какая-то стриптизерша завелась. И что она, в отличие от меня, имеет к тебе доступ в любое время суток. Да Евгения это просто ревнует. Она что, придумала? Ну, нет, она не придумала, конечно. Девушка, да, действительно есть. И ты в ней так уверен? Да, я в ней уверен на все стороны. Интересно. И чем же она тебя так покорила-то? Слушай, я заболтала с тобой совсем. Меня аж слава ждет. Хорошо посидели. Юбка-то высохла? Да вроде высохла. Ладно, я побежала. А тебе сейчас в какую сторону? А я, наверное, еще здесь посижу. Пригрелась что-то. Никуда идти неохота. Ну, сиди, сиди. Я побежала. Славя, привет. Обязательно. И не забудь, пожалуйста, о моих наставлениях. Он обязательно их оценит. Так, Точа, юбочку подними. Пока. Пока. Считайте, пожалуйста. Привет. Привет. Привет, 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 Никулька. Как же я соскучился. Я соскучился. А, а ты что, соскучился? Я соскучился по этим губам. Я соскучился по этим губам, по этим губам. Я соскучился. Ну и что, поговорила? Говорила, все в порядке. Но, правда, и не все в порядке. В смысле? Папа от мамы уходит. Да ладно. Что, седина в бороду, бес в ребро? Да, Борь. Ну, прости, прости. А куда он уходит? Да никуда, а к кому. Гущиной. К Митиной маме. Вот это да. Слушай, ну... У папы начинается новая жизнь. Сериал какой-то. Слушай, ну... Что же делать-то? Ну, тем более, тем более не надо тогда ехать к тебе. Ну, из твоего дома все бегут. Давай воспользуемся предложением отца, будем здесь жить. Именно поэтому мы должны переехать к нам. И не спорь со мной, Боб. Ну, я не спорю, но... Слушай, ну, я... Слушай... Может, ты не знаешь... Ну, ты не знаешь. На самом деле, я не знаю. Как вы думаете? Выпьешь? Выпью. Привет, Ба. Как дела? Привет. Отлично. А у тебя как? Нормально. Так, а почему трагические ноты? Устала. А ну-ка, посмотри на меня. Почему красные глаза? Неприятности на работе. Так. Ну, я не такая старая. То есть я старая, но не совсем выживу из ума. И знаю, что из-за неприятностей на работе ты бы не стала плакать. Как с Митей? Плохо. А, ну вот что и требовалось доказать. Опять поссоришься? Начинается. Господи Боже. Ой, лучше быть старой, чем молодой так рыдать. Линда необыкновенная девушка. Я никогда такой не встречал. Она меня понимает, как никто другой. Господи, Господи, что я слышу? Если б это сказал Борис, я б не удивился. Но услышать такое от тебя не ожидал. Ты что, влюбился? Ну, а что, разве я не такой же, как Борис? Да. Походит, плохо. Я знаю своих детей. Ну, знаешь, может быть, вот этот дурацкий кризис и повлиял на нас. Борис стал более серьезным, а я... Ну, я не знаю, какое слово подобрать. Легкомысленно. Возможно. Возможно, папа. Ладно, ладно, ладно. Деньги нужны? Нет, есть пока. Завтра утром займусь твоим делом. Постараюсь узнать, что можно замять, а что спустить на тормозах. Да, это было бы здорово. Так, если появятся какие-нибудь новости, связь будем держать через Евгений. Да, Жене с ленты не подведут. Ну, береги себя, сынок. Да, уж в тюрьму неохота попасть. Ну, пойдем, я тебя провожу. Будь осторожен. Ладно, пойдем. Я предлагаю соломоновое решение. Ну, оставим на потом вопрос, где мы будем жить. У нас сейчас есть проблемы более насущные. Какие? Ну, как какие? Допустим, наша свадьба. А, а куда мы торопимся? Ну, я никуда не тороплюсь, но месяца через два, может быть, через три у кого-то появится такой большой животик. И этот животик не влезет ни в одно свадебное платье. Не шантажируй. Мне все равно, что она мне будет одета. Лучше давай подумаем, кого мы пригласим. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Так, ну кого? Для начала друзей. У нас их немного, но можно кого-нибудь найти. Потом соседей, знакомых, родственников. Да, черт. Вот. Ты же понимаешь, какая получится гремучая смесь. Ну, отличная смесь, зато будет что вспомнить. Нет, мне такие воспоминания не нужны. Может, как-то по-другому? Ну, хорошо, давай. Давай пригласим Митю и Таню. О нашим не скажем ничего. Тише. Не скажем. Не скажем? Никому? Обидится. Черт. Клево. Месяц. Открой. 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 Матвей. Что я сегодня сделала? Ничего. Проточала цирк и целый день в кафе. Протрещали, бог знает о чем. Хотя она меня познакомила со своей подругой. Подругой? О которой столько всего рассказывала. Что за подруга? Из салона? Да, из салона. Знаешь, такая необычная девушка. Мне показалось, что она довольно сильная женщина, хотя и молодая. Сильная? Угу. А что ты вдруг решила, что она сильная? Куда же я ее могла положить? Ну, знаешь, я как-то почувствовала, что, возможно, у этой девушки была в жизни какая-то трагедия. После своей болезни я как-то стала замечать это в людях. Хм, не знаю почему. Куда же я ее положила? Ну и что, сверк, они прямо уж такие подружки стали? Да, ты представляешь, при чем такие? Не разлей вода. О, сиди, я открою. Ты ничего не заказывал? Пиццу. О, какими судьбами. Добрый вечер. Привет. Лиза, я нашла около нашего столика карточку и подумала, что она тебе пригодится. Да, я же ее и потеряла, собственно говоря. А вы не знакомы. Матвей, мой муж, Линда. Да, вот. Матвей, мой муж. Продолжение следует...